ДМИТРИЯ ЛЕЙНИК Так уж получилось, что женщины в массе своей не обладают критически развитым мышлением и на этой почве становятся наиболее уязвимой группой людей для всяких интернетных ублюдских психологов. Но поскольку эти самые интернетные ублюдские психологи пилят свои бабки на неокрепших женских умах, свой говноконтент они пилят исключительно под женщин, формируя тем самым лояльную аудиторию на почве различных солидарностей, лояльностей и прочего. То есть по факту говорят то, что от них хотят слышать в соответствии с картиной мира тех самых сумасшедших или сходящих с ума уже женщин. Кто этого еще не понял, до сих пор для меня остается загадкой, вещи вполне себе очевидны. Это социальный олейник, проект о мире, в котором живут люди, ну а больше скандального и дискуссионного контента вы можете найти в моем телеграм-канале по ссылке в закрепленном комментарии. С Раковым Павлом мы сегодня будем знакомиться снова, ну может быть кто-то уже знаком. Снова это круглая улыбчивая мордашка, полная уверенности в себе, уверенности которой вы ее накачали и с этой самой уверенностью в своей экспертности эта самая мордашка сейчас будет отвечать на очередной дебильный вопрос, почему же все девушки меркантильны. Давайте смотреть. Почему многие мужчины называют девушек меркантильными? Потому что это правда так. В хорошем смысле слова, каждая девушка запрограммирована получать ресурсы от мужчины. Какова основная функция мужчины в отношении женщины? Первое. Защищать женщину. И второе. Обеспечивать. Объясню. Смотрите. Мама воспитывает своего мальчика безусловной любовью. А папа воспитывает своего сына другой любовью. Я тебе даю за то, что ты что-то сделал хорошее. Так, внимание. Семьи, в которых так не происходит, они могут считать себя неполноценными? Или то, что вы, Павел, говорите сейчас, это относится конкретно к вашей картине мира? Является ли ваша картина мира эталонной картиной мира, на которую должны все ориентироваться? Кто мне ответит сейчас на эти вопросы? Еще раз. Семья, в которой взаимодействия между отцом и ребенком, и матерью, и ребенком, отличаются от того, что сейчас сказал Павел, она неполноценная? Она дефективная? Она несет в себе какие-то уязвимости в воспитании ребенка? Или что? Вы можете подумать о том, что я утрирую, к чему-то придираюсь, но он подает свои мысли как какую-то истину в последней инстанции. Собственно говоря, это симптом у них у всех, один и тот же. Это достигаторская любовь, любовь равно уважение. Мальчик не был воспитан, то, соответственно, он ищет просто только безусловную любовь, потому что у него другой модели поведения не было. И поэтому получается, что он хочет, чтобы его девушку любили просто так. Вот какая хрень вообще, да? Человек хочет, чтобы его любили просто так. А любовь разве это не про просто так? Ну, сейчас мы об этом еще поговорим. Мне другое сейчас. Те мужчины, которые говорят, что женщины от них хотят только деньги, они просто недовоспитанные мужской любовью. То есть Павел ответил на наш вопрос. Действительно, семьи, в которых воспитывается ребенок не так, как он сказал, не так, как он считает правильным, они дефективные. Вы неполноценные, по мнению Павла Ракова. Пожалуйста, зафиксируйте у себя это. Посетите, наверное, может быть, какой-нибудь его консультацию. Не знаю, ты же за 200 или за сколько он вас возьмет. Попробуйте схавать очередного дерьмица. В общем, по факту, что он нам говорит? Он нам говорит, любовь – это тот феномен, который имеет место быть в том случае и от того человека, и к тому человеку, кто вам больше даст денег. Ну, правильно ведь получается. Условно говоря, если ты мне даешь 50 рублей, а ты 100, то я буду любить того, кто 100 дает. А если завтра появится тот, кто даст 200, мне его любить? Павел, но это логика такая. Ну, если последовательно развивать эту мысль, которую вы сейчас озвучиваете, это так и есть. Сам тезис, озвученный Павлом Раковым, о том, что мужчина создан для того, чтобы обеспечивать женщину, он уже формирует какое-то потребительское отношение к мужчине, разве нет? Разве этот тезис не отводит мужчине роль какого-то обслуживающего персонала, который там служит во имя благ женщины, во имя ее хотелок и так далее. Любовь, настоящая любовь, как мне кажется, любовь в моем понимании, поправьте, если я сейчас ошибаюсь, она и может существовать исключительно просто так. Просто так, когда ты любишь в человеке ее форму и содержание. В противном случае, это уже не любовь, а торговые отношения. Это какой-то рынок. Нам Павел Раков впаривает рынок, а не любовь, не отношения между мужчиной и женщиной. Вот что он делает. Если у человека есть хоть какая-нибудь какашка между ушей, услышав вот этот бред, который несет Павел Раков, этому человеку должно стать больно просто, где-то внутри, внутри головы. Понимаете, о чем я говорю? Ну, если это какашка, есть, опять же, потому что вот когда я вот в таком эмоциональном ключе подаю свои мысли, и мне плевать на вот Павла Ракова, он у меня не вызывает таких вот негативных эмоций, как может показаться. Меня бомбит от того, сколько людей, вообще откровенных баранов, день за днем, минутой за минутой хавают вот эти высеры, не придавая их ни малейшему вообще, даже хоть на йоту критическому мышлению. И всю эту уверенность, все вот эти вот надменные рожи, которые вы видите, это делаете вы. Это вы придаете им самоуверенность в том, что они делают. Понимаете? Вам природа дала уникальнейший человеческий организм, управляемый таким невероятным созданием, как человеческий мозг. А что вы с этим сделали, дебилы? Вы отдали его Павлу Ракову, Марку Бартону, Сатьедасом всяким и так далее, и так далее. Ну, вместе, естественно, с огромным количеством бабок, которые вы вваливаете на вот эту вот, вот эту вот просто вот, пустопорожню, или как это называется? Есть такое слово? Я не знаю. Напишите в комментариях. На вот эту вялую струю демагогии, бесполезной абсолютно в никуда. И в лучшем случае, если она бесполезна. А в худшем случае, когда люди искажают сознание людей вот такими вот высерами. Не хочу никого обидеть, но, Павел, то, что вы говорите, это не проходит вообще никакую там, даже самую примитивную, не через самую примитивную логику. Все, надоело. Выключай камеру. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!